Киров присоединился к акции протеста против фальсификации итогов выборов. В 6 часов вечера 10 декабря на Театральной площади собралось по разным данным от полутора до двух тысяч человек. Собравшиеся выкрикивали лозунги «Мы не верим власти», «Позор один за всех и все за одного и другие». Желающих выступить перед микрофоном было не менее десятка. Это депутаты ЗАГС Собрания от КПРФ «Справедливая Россия», организаторы русского марша и рядовые избиратели. Депутат от «Справедливой России» Константин Машуренко подготовил пофамильный список руководителей избиркомов различного уровня, отставки которых партия будет добиваться. У оппозиции и протестующих сегодня общее требование к исполнительной и законодательной власти региона и областному избиркому от строения председателей избирательных комиссий, вышеназванных руководителей. И я как депутат ЗАГС Кировской области донесу ваши требования в среду до парламента Кировской области. Почему сегодня на этой трибуне нету депутатов от партии власти? Им нечего сказать людям? Депутат от коммунистической фракции ЗАГС Кировской области Валерий Турула вел речь со сцены о судьбе демократии в России. Сегодня событие нередовое. Воров как бы ему не запрещали. Как его не пугали, он вышел на площадь, чтобы сказать, что партия воров и жуликов дискредитировала не только себя, но и всю систему власти сверху. Тот момент, который мы наблюдали 4 декабря, это не что иное, как некий шаг к дальнейшей диктатуре власти, к дальнейшему подавлению народа. Мы против кровопролития. Мы за демократию, мы за нормальные выборы, мы за власть народа. Вместе мы сила, вместе мы победим. Справорос Павел Дорофеев рассказал о нарушениях на выборах, которые он видел сам. Я сам лично был на избирательном участке Вязкополянского района. Я видел, как наблюдатели от оппозиционных партий, которые пришли бороться за правду и справедливость, буквально в прямом смысле ловили за руку всех наглых и нечестных членов избирательных комиссий. И сегодня здесь со мной могли бы постоять еще тысячи наблюдателей и подтвердить мои слова. Если бы на выборах не было фальсификации, то партия жуликов и воров набрала бы не более 25%. Невероятная Россия, партия Путина! Голой Путина! Мнение о том, что результат голосования не соответствует реальному выбору страны, поддержала депутат из Котельнича Светлана Пасынкова. Почему в Кремле за нас принимают решение, кто должен прийти к власти? С экранов телевизоров нам только рассказывают про пасни о борьбе с коррупцией. Но о какой борьбе можно говорить, если очередное вхождение во власть партии начинается именно с коррупции? С коррупции на избирательных участках. Представитель молодежи Михаил Зубарев призвал кировчан начать контролировать выборы, чтобы не допустить фальсификаций в дальнейшем. Я призываю всех нас отныне следить за честностью выборов, идти на избирательные участки, работать в УИК, работать наблюдателями. Вместе мы заставим нас слушать. Через неделю здесь будет снова собрание. Мы требуем, чтобы к нам вышли представители ТИКов, чтобы обл. сберкома читал за перед нами. А вот что говорили люди, стоявшие на театральной площади. Нас просто жестоко обманули. Я просто по жизни готов со всеми вести нормальный диалог. Но когда тебя нагло надувают, мне просто все взорвало. Я давно уже как бы накипел. И просто сидеть чисто на кухне и болтать уже надоело. Надо что-то делать. Но не хотелось бы крови. Хотелось бы все, чтобы было демократически. Голосовал против партии жуликов-боров. Я знаю результаты. Я юрист избирательного штата в УИК России. Поэтому я все это знаю, я понимаю. Мы там порядка 80 жалов подали за всю кампанию. В день голосования подали 53 жалобы. Были удовлетворены только ряд, которые очевидные совершенно были. Поэтому я здесь в протест. Подделаны выборы. Все подстроено. Вот даже вот у нас и тут сказали, если в Октябрьском у нас в Кирове проголосовали, как бы, наверное, за коммунистов большинство. В Ленинском, а вот в Первомайском, и что было у нас, кажется, в областной думу, весь Киров проголосовал почти что за коммунистов. А сейчас раз. И вдруг не стоя всего победила. У них опять эта правящая партия. В завершении была зачитана резолюция участников собрания. В ней обозначены требования признать итоги выборов в Госдуму с фальсифицированными, объявить новые выборы, отправить в отставку руководителей избиркомов всех уровней, назначить реальные сроки для членов избиркомов, которых уличили в подтасовке результатов голосования, прекратить противодействовать проведению законных митингов и пикетов, отправить в отставку президента страны, главу правительства и отстранить их от участия в выборах. Текст направят в Центросбирком, Заксобрание, губернатору и президенту. После завершения акции ее организатор Виталий Брам заявил, что остался доволен тем, как все прошло. Народ наконец-таки проснулся, народ устал это все терпеть, и он готов говорить, и мы видим, что все прошло довольно гладко и хорошо. Всех, кто выступал, естественно, уведут на состоянии протокола, потому что данная акция проходила в формате встречи с депутатами Заксобрания, а любая аппаратура, которая усиливает звук, уже переходит в закон. После этих слов Брам был задержан полицией. Мероприятие было признано незаконным, несмотря на попытку его легализовать, объявив встречей избирателей с депутатами регионального парламента. Почему акция оказалась все же вне закона, пояснил руководитель пресс-службы Кировского управления МВД Сергей Баранцев. Во время встречи использовалась звукоусиливающая аппаратура, были развернуты плакаты. Наряду с депутатами выступили и другие лица. Таким образом, ранее заявленная встреча депутатов с избирателями переросла в митинг, уведомление о котором не подавалось. Помимо организатора задержали еще семерых человек, которые раздавали листовки и стояли с плакатами в толпе. На них составили протоколы за нарушение правил организации проведения публичных мероприятий. Затем, по словам представителей полиции, всех отпустили. На 17 декабря намечена очередная акция протеста. На этот раз заявку подали коммунисты. Они сделали это заблаговременно. Поэтому отказа в согласовании по причине несоблюдения срока в подаче документов быть не должно. Продолжение следует...